Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Работа кипит и днём и ночью в три смены строители готовят к открытию 4-го госпиталя для больных кадровым вирусом на базе Черкесской городской больницы. Они навсегда вписали свои имена в историю Великой Отечественной войны. Герои – наши земляки, которые внесли свой вклад в победу. Маленькие истории о больших подвигах. Памятник «Скорбящая мать» является одним из крупнейших в регионе. Ко дню Великая Победа отреставрируют все памятники Великой Отечественной войне. Поддерживала дух народа и поднимала патриотизм в сердцах. Весни Победы с удовольствием исполняют и в мирное время. Вести записывает по пури от наших артистов. Сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о введении с завтрашнего дня в Карачао-Черкесии масочного режима. Жители Карачао-Черкесии и граждане, прибывающие из-за рубежа и регионов России, должны носить маски во всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу. В республике разворачивают четвертый по счету госпиталь для больных коронавирусом. Черкесская городская клиническая больница готовится принимать пациентов с COVID-19. В эти дни строители завершают последние ремонтные работы. Готовность корпуса для оказания помощи зараженным сегодня оценила Фатима Даурова. С 1 апреля начались масштабные работы по реконструкции пяти отделений нового корпуса Черкесской городской клинической больницы под стандарты для лечения больных с COVID-19. Ремонтные бригады в три смены обеспечивают беспрерывную работу. Старые окна заменены новыми, отштукатурили стены, обновили напольное покрытие и везде заменили сантехнику. Главный врач Черкесской городской клинической больницы устроила для представителей региональных СМИ предпоказ готовности новых отделений. Здесь расположится 205 коек для оказания помощи больным. На первом этаже предусмотрены 20 палат-полубоксов, которые будут работать в провизорном режиме. Именно туда вначале будут направлять больных до подтверждения точного диагноза. Это делается для того, чтобы инфицированные пациенты не пересекались с предполагаемыми, говорит Альвина Асланукова. К каждой отдельной палате будут предусмотрены шлюзы при входе и отдельный санузел. Она рассказала, какие работы были проведены и подчеркнула одну очень важную особенность нового госпиталя. Если по тому регламенту, который дал Минздрав Российской Федерации, в ковидных госпиталях можно до 30% коек держать без кислорода, то в нашем госпитале все-таки решили, чтобы все у нас койки, все 205 койк были с кислородом. Причем это не просто протянутая кислородная сеть. Вы видите, что вот кислород подвели в конструкции, по которым идут эти трубки кислородные. А будут стоять современные быстросъемные клапана, так называемые, которым очень одномоментно, удобно подсоединяется аппаратура. Реанимационное отделение полностью обновлено. Здесь наводятся последние штрихи перед запуском на полноценную работу. Вы сейчас слышите, как идет ремонт, звуковое сопровождение очень очевидное, везде идут работы полным ходом, а мы сейчас находимся в одной из палат реанимационного отделения. Совсем скоро здесь появится 36 коек, предназначенных именно для оказания экстренной помощи больных, зараженных COVID-19. К каждой такой койке будет присоединена вот такая система подачи кислорода. Как врач-реаниматолог Альбина Асланукова отметила, что новое медицинское оборудование, которым будет оснащено реанимационное отделение, отвечает всем стандартам и даже превзошло все ее ожидания. Здесь будет централизованная функция сжатого воздуха и вакуума кроме кислорода. Это очень удобно в работе. И это помогает электроотсасывателю от больного к больному не передвигать. А у каждой койки будет свой вакуум и свой сжатый воздух, кроме подачи кислорода. Это очень важно. Медицинский персонал готов к работе в красной зоне. Техника безопасности в приоритете. В отделениях предусмотрены специальные зоны, организованные по шлюзовому принципу, препятствующему распространению коронавирусной инфекции по госпиталю. Здесь его полностью обрабатывают дезраствором. Он снимает с себя одежду, замачивает специальные дезрастворы. Потом идет в душевую. Вот там душевая посерединочке. И душа выходит в третьем помещении, он уже одевается в другую одежду. Вот что необходимо для инфекционных госпиталей. По словам главврача, согласно графику работ, новый госпиталь полностью будет функционировать к 20 мая. А к 10 числу уже заработают готовые палаты для приема больных. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. Ну а сейчас сводки на сегодняшний день из оперативного штаба Республики. За последние сутки зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения сегодня составляет 457 человек. 223 пациента находятся на стационарном лечении в инфекционных госпиталях, где получают необходимую помощь. Министерство здравоохранения Республики отмечает, что уже есть положительные результаты в борьбе с COVID-19. 41 выздоровевшие. Это плюс 5 за последние сутки, которые зарегистрированы. Один случай по городу Черкесску. Два случая плюсом пошли по Малокрачаевскому району. И два случая по Адыгехабльскому району. Мы не можем сказать, что у нас идет снижение заболеваемости. Пока мы видим только рост. Пусть незначительный, таких резких скачков заболеваний тоже не регистрируется, но рост продолжается. Поэтому мы просим, рекомендуем, чтобы все меры, санитарно-эпидемиологические нормы, которые предусмотрены для населения, все они выполнялись. И в первую очередь хочется акцентировать внимание на то, что ношение масок, масочный режим, он должен соблюдаться в обязательном порядке. Поскольку мы не знаем, кто является очагом инфицирования окружающих. Другие вести. Через несколько дней наша страна отметит Великий Праздник День Победы. Тысячи и тысячи солдат из Карачао-Черкесии навечно вписали свои имена в историю Великой Отечественной. Сегодня мы хотим рассказать вам о герое России Дугирби и Узденове. Уроженец села Каменомост, разведчик-командир партизанского отряда, внес неоспоримый вклад в победу. Страницы героического прошлого перелистала Шерифат Лепшокова. Около 80 эшелонов врага, 150 танков и бронетранспортеров, более 200 пушек, множество немецких складов. Все это было уничтожено партизанским отрядом Дугирби и Узденова. Но до осени 1942 года, когда группа под руководством разведчика Карачаевца была десантирована в тыл врага в Ровенскую область Украины, им была пройдена суровая воинская школа. Окончив в 1939-м срочную службу и Тамбовское краснознаменно-кавалерийское училище, Дугирби Узденов стал участником финской войны. Так 23-летний житель Каменомоста и, как планировалось будущий учитель, связал свою жизнь с военной службой. Дугирби был тяжело ранен еще в первый год войны, но уже в 1942-м он воюет на Калининском фронте. Тогда же проходит отбор и входит в состав главного разведуправления. На Украине в тылу врага, отважным воинам и его группой, а позже отрядом была проведена огромная работа. В 1943-м партизан освободили узников в концлагере для военнопленных, расположенного в Ровенской области. В 1944-м году славный сын карачаевского народа был представлен к званию Герой Советского Союза. Дугирби Узденов был одним из первых советских офицеров, побывавших в Польше, где был заместителем командира одного из партизанских отрядов. Участвовал в освобождении Венгрии и Австрии, был награжден множеством орденов и медалей. Завершив войну, славный кавалерист и разведчик трудился на предприятии в Ленинграде, а после возвращения карачаевцев на родину продолжил работу в городском РОВД. В 1995-м году за мужество и героизм бесстрашному разведчику и командиру было присвоено звание Героя России. Память о воине – свято чтится в республике. В честь Дугирби Узденова названа улица, установлен монумент. Его имя носит и школа в родном ауле Каменомост. Шерифат Левшокова, Вести Карачаева, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Днем 15-20 выше нуля. В горах ночью до нуля. Днем плюс 7-12. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. В первой половине ночи местами сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. Температура ночью плюс 9-11. Днем 18-20 градусов тепла. Это Вести в прямом эфире и мы продолжаем. На территории Карачаева-Черкесии 326 объектов, в которых хранится память о солдатах Великой Отечественной войны. Это памятники и обелиски. В преддверии Дня Победы во всех районах проводятся ремонтно-реставрационные работы. Наша съемочная группа побывала в ауле Баву Кахабецкого района у памятника «Скорбящая мать». О его исторической ценности и значимости для ульчан расскажет Альбина Ламкова. Памятник «Скорбящая мать» является одним из крупнейших в регионе. Здесь захоронено около 240 солдат Великой Отечественной войны. Личность 67 человек удалось уже установить. Их имена высечены на мраморной стене. Никто не забыт, ничто не забыто. Реставрация памятников в преддверии Дня Победы – важное патриотическое событие. Ведь в каждом памятнике история страны, история каждого отдельного региона. Победа в Великой Отечественной войне с годовщиной 75-летия. Мы решили сделать более масштабный ремонт. И обратились совместно с главой района Шаковым Ислан Асимовичем к главе республики и в парламент Карачао-Черкесии. На что наши радости на нас откликнулись. Приехал председатель парламента Иванов, осмотрели комиссиону и решили выделить нам на ремонт данного памятника миллион рублей. Здесь захоронены солдаты, которые участвовали в сражении в январе 43-го года. Ожесточенные бои шли вблизи аула Псачадахи. Фашисты бросили в контратаку два батальона пехоты и 200 лыжников из отборных частей альпийской дивидии «Эдельвейс». Наши солдаты полностью истребили нацистов. Селяне по сей день вспоминают советских воинов, отдавших жизнь за родину. Мне старику 82-го года идет. Я помню и оккупацию, и немцев, и что они творили, кому что говорили. Взрослые мужчины были на войне. Собирали эти трупы кирками, ломами, со льда извлекали. Ну, у меня вот в глазах стоит с ружьем наполовину во льду, одно плечо и половина лица во льду. И его выковиривали ломами, кирками, выдалбливали, на валах относили на общие какие-то захоронения. Тогда погибших похоронили неподалеку от места боя. А в 1967 году с воинскими почестями останки солдат перезахоронили в ауле Бавука, где и поставили памятник «Скорбящая мать». С боль в душе Чащиф Астежев вспоминает встречу с одним из оставшихся в живых солдат, который приехал к мемориалу. Командир третьей роты, высокий седой мужчина, он рассказывал вот здесь, что мне было 19 лет. Третья рота вот здесь прошла, говорит. Оттуда шпадным огнем перекрестным встретили и расстреляли всю эту роту. С этой роты, говорит, остался я еще, ну, со мной еще четверо. На этом бугру, я его сопровождал, будучи председателем сельсовета. Упал на колени и плакал. Просил прощения у ребят, которые тут погибли. Простите меня, ребята. Я не виновен, что я живым остался. Вот так он просил их. Такие тяжелые истории и факты, связанные с Великой Отечественной войной, и советских солдат, похороненных у подножия памятника «Скорбящая мать», Чащев-Остежев знает много. Он рассказывал их своим детям, а сейчас внукам и правнукам. О том, как сохранить и передавать из поколения в поколение историю о самой страшной войне, о мужестве и беззаветном желании служить своей родине, о подвигах наших дедов и прадедов, обязан знать каждый из нас. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабийский район. Годы Великой Отечественной стали испытанием для советского народа. Каждый ковал победу на фронте и в тылу. Одновременно с солдатами на поле боя в строй встала и песня. Именно песня поддерживала дух народа и поднимала патриотизм в сердцах. За четыре года войны и уже после нее композиторы сочинили сотни песен. И сегодня они актуальны. Их поют практически все, от мала до велика. А 9 мая их исполнит вся страна. Любимые песни победы в нашей рубрике исполняют известные исполнители Карачаева-Черкесии. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МАШИНЫ БОЕВОЙ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такая была «Среда» в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас премьера фильма «Перевод с немецкого». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редактор субтитров А.Семкин